Здравствуйте! Сегодня среда, 11 ноября. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство Bankir.ru. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий Bankir.TV, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. Значительный интерес сегодня вызвал британский отчет по рынку труда, включающий в себя количество заявлений на получение пособий по безработице, динамику заявок на трудоустройство, уровень безработицы в стране, изменение числа занятых, а также изменение уровня среднего заработка и недельной оплаты труда. Кроме того, здесь будет опубликован отчет Наблюдательного совета за деятельностью крупнейших банков страны. Среди других новостей Япония обнародовала октябрьские данные по объему заказов на оборудование. Австралия представила ноябрьский индекс экономической уверенности потребителей. Франция, Канада и США празднуют, соответственно, День перемирия, День памяти и День ветеранов. Рынки закрыты, статистика в этих странах не публикуется. Как мы и предполагали, покупатели евро не оставляют попыток переломить нисходящий тренд и возобновить рост единой европейской валюты. После снижения на 40 пунктов от дневного максимума 1,0772 и тестирования поддержки 1,0733 пара вновь начала расти. Уже в ближайшее время мы ожидаем очередную попытку закрепиться выше сопротивления 1,0770. При продолжении позитивного настроя на рынке следующими целевыми уровнями будут 1,0790 и 1,0830. Поддержки покупателей расположились на котировках 1,0733, 1,0715 и 1,0690. Опубликованные в 12.30 по московскому времени данные по среднему уровню зарплат в Великобритании, оставшихся без изменений относительно показателей в прошлом месяце, не оправдали консенсус прогноз аналитиков. В дополнение к этому рост заявок на пособие по безработице, увеличивающийся третий месяц подряд, привели к резкому снижению британской валюты. Мы предполагаем консолидацию пары фунт-доллар в пределах уровня 1,5130-1,5175 с высокой вероятностью дальнейшего снижения к уровням 1,5110-1,5080 и, возможно, 1,5050. Цена на золото, отбившись от сопротивления 1,194 доллара, вернулась к нижним границам ценового коридора 1,188. Низкие объемы торгов, связанные прежде всего с закрытием североамериканских торговых площадок, не позволят переменить ситуацию на рынке, и указанные уровни поддержки и сопротивления можно использовать для открытия позиций внутри коридора. Серебро после снижения к поддержке на уровне 14,40 доллара консолидируется в пределах котировок 14,37 доллара, 14,43 доллара. В нашем дальнейшем прогнозе на сегодня предполагаем напор покупателей на позиции продавцов и умеренный рост к отметкам 14,50-14,60 доллара за унцию. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.